В школах страны звенят последние звонки. В четверг провожала своих выпускников новую жизнь Ивановская школа номер 20. Здесь 11 класс заканчивают 29 человек. Все они допущены к итоговой аттестации. И это первый результат большого пути под названием «Школьная жизнь». Каждый год он звенит. И когда он звенит, всегда вспоминается самое хорошее. Вот я вспоминаю, 1 сентября 2007 года, когда вы, выпускники, в первый класс пришли, стояли с огромными букетами. А я, как начинающий директор, поздравляла вас с началом учебного года. Двое выпускников этой школы претендуют на золотые медали. Но пока загадывать рано. Впереди единый государственный экзамен. Первые испытания начнутся уже на следующей неделе. Ни пуха, ни пера ребятам пожелал мэр Владимир Шарыпов. Я, конечно, вам желаю на экзаменах показать всю свою подготовку, спокойствие, целеустремленность и успешную деталь. Но, поверьте, если что-то пойдет не так, ничего не случится в вашей жизни. Жизнь и судьбу человека определяют упорство и трудолюбие, готовность к самообразованию и достижению цели. Для мамы и папы по-прежнему вы дети, но для страны вы взрослые уже. И новые заботы на рассвете вас ждут на вашем новом рубеже. Отводили в школу, учили уроки, мастерили подделки. Для родителей это очень волнительный день. Под звуки нестареющего вальса и для них начинается новая жизнь, в которой ребенок уже совсем взрослый и самостоятельный. И чем старше сын или дочь, тем больше им нужно поддержки и родительского тепла. Хотя у нас в школе очень хорошая педагогия, но дополнительно мы все равно занимаемся, потому что мы не просто мечтаем, мы стремимся продолжить свое обучение, мы стремимся поступить в ВУЗ и все для этого делаем. Моральная поддержка? Естественно, моральная поддержка. Она не просто присутствует, но вы сами видели. Мы на все готовы развратить своих детей. Эмоции самые теплые. Все так празднично. Детки такие нарядные. Волнительно, конечно. Очень жаль, что мы расстаемся со школой. Это была наша вторая семья. Хорошо, что у нас есть еще братик. Мы еще все это переживем разочек. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.